Знаю события, которые могли разрушить вашу личность. А разрушенная личность в 21-м году, это так хайпово, а? В целом, если соблюдать новомодные тенденции, то это видео можно назвать АБЮЗИНГ в школе. Ребят, вы вас абьюзили когда-нибудь? Тебя, да? И не раз. Представьте себе, что я учительница. У-у-у. Ха-ха-ха. Я обещала вам, ребята... Нет. Ребята, я вам обещала, что если вы напишите контрольную хорошо, без двоек, я вас отпущу пораньше. Но Егор написал на двойку. И теперь мы все остаемся на дополнительный урок. Скажите спасибо Егору. И все, весь класс разом просто. Спасибо тебе, Егору. Так, они оборачиваются, потому что ты на последней парте сидишь. Лох. Спасибо. Девчонки в основном, пацаны, наверное, такие... Пацаны сидят такие. Ха-бля. Ха-а-а, лох. Ну нет, есть... В начальной школе там вообще нет полов, там просто один средний пол. Это та же... Это не пацаны, не девка, и вообще никто. Просто ребенок. Поэтому у них эмоции почти все одинаковые. И вот сидит ребенок, сидит ребенок, просто оборачивается вот так. Спасибо тебе... А, не, блин, блин. А-а-а-а... Спасибо, Егор. Спасибо. Ублюдки думают. А Егор в этот момент... А... Че, звонок уже был? Самое страшное начинается дальше. Училка... Учительница, то есть, проводит дополнительный урок. Она объясняет первый, второй пример, там парочку объясняет. И вызывает после этого Егора к доске со словами... Ну, я объяснил, а теперь реши. Ну, давай, сучка, расскажи мне все о квадрочлене. У Егора к этому моменту уже случилось два гипертонических криза и один припадок. Хотя ему всего 11. Но он молодец, с мужиком. Он даже не показал никому, что он, там, брыкался в припадке на задней парте. Потому что перенервничал, понимаете? Это же стресс, это нервы. Это же ужасно. Он валит первый пример, второй, третий. А, нет, это один такой. Блять, ебаная математика. Обожаю ее на самом деле. Но, в общем-то, учительница на втором примере ему уже говорит. Егор, я не знаю, что мне с тобой делать. Класс, что мне с ним сделать? Распни его. Так, значит, все будем сидеть и ждать, пока Егор не решит пример. Мне весь класс просто сразу даун. Егор, вообще-то мы опаздываем. Вообще-то мне домой надо. Ты понимаешь, что нам домой надо? Ты че? Блин, опять он тупит. Придурок. Да у него просто вот тут вот пусто. Ха-ха-ха-ха-ха. Какая-нибудь жируха такая. Какой ты тупорыл. Тупица. Дигрот. А я бы ему дала. Но можете говорить все, что угодно. Кричать. Там все равно никто ничего не разбирает, кто не услышит. И самое интересное, что никто из этих ебланов не знает, как решить этот пример. Стоп, 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 стоп. Но увожу всех в тройки. Но двойка-то только у тебя. Блять. Выходит, например, любимчик учительницы. И решает неправильно. Она такая. Да, вот. Вот, молодец. Только там вот. Надо вот это все заново переписать правильно. В один момент у учительницы... Ой, что-то я нажал. В один момент у учительницы прекращаются вагинальные судороги. И она успокаивается и отпускает всех домой. Бинго! Но нервные клетки Егора уже не восстановить. И вы знаете, в будущем Егор, скорее всего, не обязательно станет маньяком каким-нибудь, потому что его отчимынили в детстве. И не обязательно станет бомжом. Нет. Потому что он, типа, плохо учился, у него плохие оценки. Это все стереотипы из фильмов ужасов и драматичных документальных американских фильмов о недолюбленном ребенке с дефицитом внимания, которому слишком мало уделяли времени. Плачу. Он, скорее всего, станет просто учителем, который будет дрючить таких же детей, как и он. Так что, если ваш учитель таков, кто знает, что у него было в прошлом. Это замкнутый круг. Замкнутый круг, круг, круг. Но чаще учителя просто не понимают, насколько трагичным было влияние на меня. Ведь все исходит со школы. Формирование это все. Все это там происходит. И все это закладывается. Большое количество вот этих неприятных ситуаций возникает. Я настоятельно вам рекомендую разослать это видео в учительские чаты. Тогда, можно анонимно, тогда учителя посмотрят и скажут, а вот этот мальчик, очень такой умный, про меня я говорю, они скажут, вот этот мальчик, он понимает, о чем говорит, и я, пожалуй, задумаюсь над своим поведением. Но на самом деле так не произойдет, скорее всего. Учителя, они нормальны. И просто не понять, каково это быть изгнанным из стаи. И быть в дальнейшем по жизни одиноким волком, которого никто и никогда не сможет приручить. С вами был псевдофилософ, кандидат оккультических наук, псевдобезумец, секси бой по совместительству и просто хороший интернет-психолог. Заходите почаще, мы обсудим ваши накипевшие проблемы.